Здравствуйте. Я благословляю вас. Господь Велик. Господь во всем. И вчера Он ко мне постучался через птичку. Я прошла такой путь, сложный для того, чтобы Бог говорил мне через птиц. Бог нас любит. Птичка меня пробудила от сна. И в прямом смысле, и переносом. Я пришла с работы ночной, смею. Увидела, что у меня нету сил вообще писать субтитры. Я уже на пять видео отстала и завалилась спать. У меня свои планы. Я каюсь перед Богом. Не успеваю. Я все это сделаю. В квартире нету порядка, а говорить людям надо. Я иностранцам перевожу свои видео. И вот я отстала на пять видео. Но я проснулась, потому что в окошко какой-то был звук. Кто-то стучал. Я сначала даже не могла подняться. Потом стою, смотрю сорока. А в огороде еще три вороны. Или ворона. У меня, в принципе, только голуби летают. Значит, для меня это Бог дает знак, что что-то должно произойти. Аминь. Ну, если Бог говорит, так Он говорит не через одно свидетельство. Он говорит через то, что я долго не читала. А не читала я Коран. Мечтала дочитать вторую суру. Посадил меня Господь. Дочитала до конца. Это долго было, очень долго. Но я дочитала и замерзла. И есть хотела, не хотела. Ну, в общем, почему я решила это видео записать. Потому что Бог поговорил мне через Авраама и Брахима, как он называется, в Коране. Кто же отвернется от религии Абрахима Авраама, кроме глупца? Мы избрали его в мирской жизни. А в последние дни жизни он будет в числе праведника. 130-й, как он называется, стих, будем по-русски говорить, в этой суре 2-й, которая называется «Коров». Вот. Но я уже не буду сейчас искать. Ну, к мусульманам обращайтесь. Если вы, если хотите познать Авраама, то читайте Библию. Там в Аврааме тоже очень много сказано. Понимаете? Я просто понимаю, Коран, это как продолжение информации. Вот. И, конечно же, Бог говорит, потому что думают многие, что мало кто спасется. Я уже рассказывала. Некоторые конфессии другую отправляют в Адам. Мы это уже прошли, как я пришла в церковь, и нам рассказывали, что они только спасаются, по идее. Вот. А некоторые верующие, которые молятся Богу, они якобы почему-то не спасаются. Ну, вот ещё подтверждение жестоковыности человеческой. То есть человеческое сердце настолько злое, что они готовы, даже анекдоты уже сочиняли, они готовы другие конфессии целиком за какую-то там мелочь отправлять в Ад. Понимаете? Настолько безумно человеческое сердце. Ну, вот. И в Коране Господь открывает, что Он благословляет ещё и второго сына Исаака, которого Он хотел благословить. Исаак же хотел благословить Исаава. Но Ревека любила больше Иакова, и она решила обхитрить своего умирающего супруга, который хотел благословить старшего сына. Она попросила зарезать козлёнка, обмотала руки Иакова, козлячей этой шкуры. В общем, так как Исаав был, у него были очень заросшие руки. В общем, и таким образом она смогла перехитрить слепого уже Исаака. Вот. Я хочу сказать, что, ну, если по старшинству, то должен был быть благословляем Исаак. Но это по жизни, в принципе, так и бывает. Понимаете, как я уже смотрю, кто иногда дорывается до власти. Вчера пошутила, девчата со мной смеялись на работе. Говорю, какой дерьмо всплывает наверх. Ну, я свидетелей была, учила. Одну женщину такую нерадивую, но она сейчас мастером стала. Ну, я не буду лукавить. Понимаете? Ну, не буду лукавить. Ну, никому-то не угодно я. Ну, выгонят меня с работы. Ну, буду я. Ну, надеюсь, что не буду попрошайничать. Понимаете? Как-то Бог даст. Я не собираюсь, я лукавить. Я буду называть вещи своими именами. Вот. И так же и в жизни бывает. Понимаете? От кого мы пошли? Кому мы должны поклоняться? Кому мы должны верить? Понимаете? Я уже говорила, что некоторые говорят, ты не умный, поэтому ты раб. А я умный, поэтому я наверху. Ну, многие вещи, Господь, показывает. Понимаете? И Бога все равны. Вот у нас на работе пришла одна начальница. Там поснимала мастеров. Некоторые уволились. Некоторые стали там чёрную работу делать. Ну, не чёрную, имею в виду. Ну, гонять тоже. Планы даже выполнять. Но не все же могут. Вот. О чём я говорю? Я говорю о сердце человеческом. Надо, чтобы сердце было, служило Богу. Да, все сердца должны служить Богу. Слышать Бога. Голос, разум, сочувствие, понимание, здравый смысл. Это всё Бог, который объясняет, который долготерпелив, нужно уметь выслушать. Понимаете? Вот и Бог даёт нам слово через Коран. Можете мне, христиане, проклинать? Ну, там много тайн. Понимаете? Там, конечно, мусульманы, ну, не мусульманы это перекрутили, это безбожники перекрутили это слово. Понимаете? Что убить неверного. Там нету такого слова, ничего прочего. Там есть только информация о том, что нужно не возгордиться тем же евреям, иудеям, там, как он называется, христианам. Потому что, ну, как бы, нужно знать Божий план на земле. Понимаете? Что есть ещё положительные сердца, которые любят Бог. Доброе сердце. И надо как-то с людьми находить общий язык. Понимаете? Вот. И я почему говорю о птичках? Потому что мне птичка постучала, но я даже не обратила на неё внимания. Понимаете? На эту птичку. Но когда, ну как, постучала? Да, постучала. Но когда я начала читать Коран, и когда я прочитала, что Авраам, да? Да? Которому Бог говорит, вот сказал Господь Ибрахиму Аврааму, покорись. Он сказал, я покорился Господу миров. Ибрахим Авраам и Иаков заповедали это сыновьям. Своим сыновьям. И Иаков сказал, о, сыновья мои, Аллах избрал для вас религию. Умирайте не иначе, как будучи мусульманами. Понимаете? То есть это Иаков сказал. А христиан, нету такого понятия мусульман, да? В общем. И мы не читали об этом. Ну, я не знаю, о чем идёт речь. Но у Бога какая-то мудрость. Понимаете? Что имеется в виду мусульман? Ну, что мы можем сказать о мусульманах? Они покоряются Богу. Они, у них жертвы, у них весь время в день, когда они всё бросают и поклоняются Богу. Может, христианам нужно учиться у мусульман так поклоняться Богу? Я смеялась и говорю, надо читать. Но читать тоже надо. Но воздавать славу на любом месте надо. Понимаете? Богу. Может, этому надо учиться. Чтобы жить. Понимаете? Всё оставить. Уметь всё бросить и пойти куда? Выполнять волю Божью. Это тоже надо уметь. Понимаете? Остановиться. Отдохнуть. Отработать. Так что мы ещё не знаем, что от нас Бог хочет. Но мы ищем. Вот. Но почему я говорю о птичках? Потому что, оказывается, когда Авраам обратился к Богу, чтобы он доказал ему, что всё-таки есть воскрешение мёртвых. Потому что я так смотрю. Мои видео воскрешение мёртвых очень мало кто смотрит, мало кто верит. Я не знаю, там на этом сайте, где мои видео некоторые набирают до 8-9 миллионов просмотров. Я не знаю, где оно одевается, но некоторые не набирают просмотров. Вот тема, за кого умирал Иисус, там не набирают просмотров. Потом Бог скрывает тайну. Тоже там не набирает просмотров. И видео не перезагружается свежей датой. А многие, которые набирают просмотров... И воскрешение мёртвых тоже не набирают. Люди не верят в это. Мне нравится эта тема. А мне нравится эта тема. И вот Бог говорит, Авраам, возьми четыре птички, убей и разложи их где-то на каких-то возвышенностях, на каких-то холмах в разных местах. И они прилетят к тебе, эти птички. Это написано в Коране. Понимаете? И о чем говорит Бог? Дальше продолжения нет. Я об этом в Библии не читала. Может, кто-то найдёт, покажет мне. Но я этого не читала. Вот. Да. Ну, и ещё интересное откровение о корове, конечно же. Ведь эта сура называется корова. И Бог многое показывает. И эта речь идёт всё-таки не о человеке. Ну, ладно. Я не знаю, почему я сказала не о человеке. Но должна быть же это. Потому что Иисус проливал кровь. А кто же ломимое тело, о котором говорится, да? Мы пьём кровь, потому что Иисус проливал кровь. И ешьте хлеб. Тело ломимое за меня. Тело. За вас. Ломимое. В чём выражалось... Где ломалось тело Иисуса Христа? Голень ему не была переломлена. Как мы знаем. Потому что он уже умер. Ломались голени у тех, кто ещё жив. А вот. И вот, что здесь говорится о корове. К корове. Да. Воистину верующим и также иудеям, христианам и сабиям, которые уверовали в Аллаха и в последний день, и поступали праведно, уготована награда у их Господа. Извините. За что мусульмане убивают и ненавидят и иудеям и христианам? Если 62 стих в вашей второй суре, ну, нашей, будем говорить, всё в Писании Бога, пусть все Писания говорят о Боге. Если у вас написано воистину верующим, а также иудеям, христианам и сабиям, которые уверовали в Аллаха и в последний день, и поступали праведно, уготована награда у их Господа. За что убивали? За что ненавидеть? Если написано в 62 стихе, что уготована награда у их Господа и иудеям и христианам и сабиям, которые уверовали в Аллаха. Они не познают страха и не будут опечалены. Кто там научил мусульман кого-то там убивать? За что? За что? Вопрос. За что наезжали? Вот проблема. Понимаете? Проблема в том, что не читают. Понимаете? Вырвали контекст. Есть основания кого-то ненавидеть. Погнали. Понимаешь? Не могут жить в любви. Только в ненависть. Да ещё и кровь пролить. И не только к мусульманам это относится. И к христианам тоже. Нашли какую-то ненависть. Понимаете? Написано, если вам приходят в дом, не принеся этого учения о Христе распятанном и воскрешен, то не пускайте в дом. Всё. Всё наказание. Нет. Меня в церкви гнали, хотя не имели права. Потому что гнать должны со своего дома. А в свой дом почему-то пускала одна развратница. Понимаешь? А в церкви гнали. Почему гнали? Потому что я не дала, когда не планировали. Дала. Планировали. Развратники. Когда я вернулась в церкви, тоже одна там рукой махала. Подзывала меня, когда мы в служение шли. Дебилы. Понимаю. Слово Божие. Не читаю. Господи, извини. Прости меня за моё такое вот хамство. Оскорбление как будто там. Я не знаю. Но мне нету слов. Так вот. Бог что-то говорит мне через птичьи. Четыре птички. И о Врама четыре птички. Как знамение воскрешения мёртвых. Говорил Бог. Положи четыре птички. Ну, там, наверное, птички святые. Птички какие-то. Ну, ворону будем положить. Нету такого отрицания. Нельзя так сказать, что человек существо плохое или птица какая-то в каком-то роде плохая. Нет. Ворон это мудрость, долголетие, аминь. Сорока это информация. Я благодарна Богу. А информация очень потрясающая. Четыре птички и четыре жертвы. Как знамение. Коран. Я в Библии такого не читала. О воскрешении мёртвых. Бог убил Авраам четырёх птичек. Выполнил, наверное, что Бог убил. Они ему прилетели. И Бог показал ему свидетельство, что есть воскрешение мёртвых. А потом только Авраам послушание унес своего сына убивать. Веря в воскрешение. Но будем ли мы убивать веря в воскрешение? Будем ли мы таким заниматься? Кто вам это позволил убивать? Кто вам позволил ненавидеть? Какой Бог кого учил ненавидеть и убивать? Есть, конечно, в Библии закон смерти за грех. Есть. Но может отдадим это всё воле Божьей? И смиримся? Без паники. Будьте благословенны.